Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Тема нашего сегодняшнего просмотра, тема нашей сегодняшней лекции как бы, это то, как правильно копать озимый чеснок. Озимый чеснок выращивают многие, и вот немногие знают, что уже при урожайности, значит, мы можем сохранить здоровье нашего озимого чеснока, вот, быстро его просушить и увеличить размер луковицы. Как это делать, я сейчас вам расскажу и покажу. Ну, во-первых, когда приступать к уборке озимого чеснока, значит, знайте, что озимые чесноки бывают со стрелками, а озимые чесноки бывают без стрелок. Безстрелочный чеснок в наших условиях в Беларуси созревает обычно в конце июня. Ну, в этом году безстрелочный чеснок у нас созрел где-то 2 июля, но чуть-чуть позже погода наложила свой отпечаток. А вот как начинать уборку чеснока, который более распространенный, более традиционный, это стрелочный чеснок. Вот смотрите, при одном растениях этого чеснока, значит, заметьте, значит, я вам рассказывал, что надо наблюдать за бульбочками, но я потом вам покажу, что бульбочки не всегда являются, стрелка с бульбочками не всегда является ориентиром уборки чеснока. Почему? Потому что есть сорта чеснока ранние по сроку созревания, есть средние, есть поздние, соответственно, и стрелка будет иметь разные фазы развития. Так вот, если ориентироваться где-то на случайно оставшуюся стрелку позднего чеснока, значит, ваши луковицы чеснока все уже как бы лопнут и будут непригодны для зимнего хранения. Вот, самый ориентир какой? Значит, у чеснока обычно 9 листьев, только, значит, половина где-то 2-3 верхних листьев наполовину, она должна половина быть засохшая, а только половина зеленая. Если такое состояние зимнего чеснока, значит, чеснок уже готов к уборке. Его надо немедленно, немедленно убирать. Но, смотрите, вы обычно убираете чеснок и начинаете его сушить. Долго, мучительно сушите. Вот, что при этом происходит? Я понимаю, вы оставляете листья, оставили листья, урожайность вырастет где-то на 15-20 процентов. За что-то только веществ из листьев луковицу это вырастет. Но, понимаете, вы не видите, здоровый ваш чеснок, больной ваш чеснок, это самое, на семена его оставлять или сразу кушать, перерывать, вы ничего не видите. При моем способе вы это все увидите. И делается все очень очень просто, и вы сейчас заметите. К тому же чеснок, который будет выкопан, как я вам сейчас покажу, как я вам посоветую, значит, он сокнет гораздо быстрее. Где-то за неделю он уже просыхает. А раз просыхает быстрее, значит, у вас освобождается время смотреть за этим чесноком. Далее, смотрите, мы чеснок будем сейчас копать, ну, и покажу весь процесс, и вам станет все понятно. Ну, копаем, значит, это самое, обычно чеснок вырывать нельзя. Если вы будете вырывать чеснок просто из земли, значит, вы можете повредить луковицу, зубки будете рассыпаться. А вам это надо? Это не надо. Потому что луковица, которая рассыпалась, храниться явно долго не будет. Поэтому используем любую лопату, большую или маленькую, копаем чесночину. Копаем чесночину, но предварительно перед тем, как копать нашу чесночину, вот мы ее выкопали, значит, у нас уже есть ведро, ведро с водой. Копаю чеснок, я немного копаю, например, и сразу чеснок опускаем в воду. Сухой такой чесночок сразу в воду. Опустили, копаем следующий. Вот, обросли землю. Опять же опустили его в воду. Вот, образуем корни, они приняли его участие. Видите, сейчас на строке в земле. Мы их сейчас луковичку еще перемоем. Вот, эти вот чешуйки мы сейчас счистим. Две-три чешуйки. Смотри, какая наша луковица сейчас белоснежная и красивая. Вид, как вид ее улучшается прямо на глазах. Помыли луковичку. И вот смотрим. Смотрите, мы моем луковичку, мы сразу сортируем. Мы сразу видим, есть иначе повреждения. Видите, здесь небольшие, но есть повреждения луковой мухой. Поэтому такой чеснок мы сразу помыли, мы сразу видим, что такой чеснок пойдет у нас сразу на использование, на продовольственные цели. Если бы он был такой вот чистый, красивый, мы бы его оставили на дальнейшее использование. Так что, видите, вы сразу сортируете чеснок. Значит, может быть чеснок, он повреждается, и серая гниль, там бывают зубковые другие. Вот, при этом способе мы сразу видим, какая у нас чесночина, и сразу решаем ее судьбу. Ну вот, вы видели способ, как это самое, что чеснок обязательно моется в воде, помылись. Видите, вот какой он становится красивый. Придерживайтесь моих правил. Мойте такой чеснок. Я говорю, этим вы ускораете его просушку. Это раз. Во-вторых, этим же вы ускораете не только просушку. Вы сразу сортируете чеснок, который с признаками болезни или вредителей, и здоровый чеснок. И, соответственно, можете намешать его использование. Думаю, способ вам понравится. Вот, а вот эти листики, которые останутся, они со временем, через недельку засохнут, но не отдадут большого количества веществ в эти луковицы. Наши луковицы станут более полновесными, ну, более крупными. Вот. Так что, способ очень прост. И чеснок даже с эстетической точки зрения, видите, посмотрится гораздо-гараздо привлекательнее. И не надо таймительно ждать, пока та земля осыплется, потому что под землей всегда скрываются инфекции. А при этом способе мы все инфекции промываем. Так что, удачи вам. Пользуйтесь моим способом прикопки чеснока. Кстати, этот способ подойдет не только для зимы чеснока, он же подойдет также для рового. Результатом вы будете довольны. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас есть новые интересные ролики. А пока, до свидания.